Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо меня слышите? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если слышите меня хорошо. Так, вижу плюсики, спасибо. Значит, со звуком все хорошо. Ну что ж, тогда начнем наш сегодняшний вебинар. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. И сегодня мы с вами поговорим об электронных изданиях и о том, как преподаватель может стать автором электронного учебного издания. Как всегда, несколько слов перед вебинаром посвящаем общим вопросам. Те из вас, которые вошли только что, я попрошу отмотать чат самое начало. Вы увидите две полезные ссылки, которые могут вам пригодиться. Первый из этих ссылок – это ссылка на расписание наших вебинаров. Расписание наших вебинаров вплоть до июня месяца текущего года. Мы подготовили расписание на целое полугодие и стараемся его выполнять, несмотря на некоторые, быть может, переносы и отмены. Но в основном у нас это расписание выполняется. И самое главное, его можно не только принять к сведению, а сразу записаться на интересующий вас вебинар, зарегистрироваться. И тогда в нужное время за день вам придет рассылка с напоминанием о том, что вы можете подключиться к вебинару. Вторая ссылка – это ссылка на наш учебный канал на YouTube. На этом канале публикуются все записи вебинаров, которые у нас проводятся. Все вебинары, которые у нас проводятся, они фиксируются. И в самом начале чата посмотрите, пожалуйста. Самые первые перемотайте, пожалуйста, на самое начало чат, и там должно быть видно. Со временем этих ссылок, кстати, не будет видно. Особенность вебинарной системы в том, что когда чат становится достаточно интенсивным, то его первые записи пропадают. Но вот я сейчас проверил, пока еще эти строки видно. Ну и, кстати, вы можете увидеть... Сейчас я скажу, где эти ссылки отдельно во вкладке «Общедоступные ресурсы». Да, итак, наш учебный канал на YouTube. На нем, кроме наших учебных роликов, хранятся записи всех наших вебинаров. И это ответ на вопрос, который постоянно мне задают, будет ли этот вебинар записан, и можно ли будет посмотреть его запись. Да, будет. Да, запись можно будет посмотреть. Эта запись придет вам в рассылке, в той же рассылке, в которой вы, как правило, узнаете о наших будущих вебинарах. Либо просто зайдите на наш портал и посмотрите, есть ли там запись. Записи... Хорошо, сейчас продублирую... Одну минутку. Сейчас продублирую ссылочки еще раз. Единственный момент. Записи появляются не сразу. В конце текущей недели, как правило, в четверг-пятницу, появляются записи вебинаров за весь прошедший период, за неделю. Выкладывается по 3-4 вебинара одновременно. Ну вот, сегодняшний вебинар как раз будет, я думаю, выложен сегодня вечером, так что достаточно быстро. Итак, меня просят продублировать ссылки. Я это делаю. Одну минутку. Я прошу прощения, чтобы заново не набивать. Я их введу в той же самой, так как они были записаны в самом начале. Сейчас я даже их красненьким помечу. Вот так вот. Так, ну это что касается наших будущих вебинаров. И среди будущих вебинаров я хотел бы обратить ваше внимание на завтрашний вебинар. Завтра у нас будет необычный вебинар. Вот я его тоже сразу приведу вот здесь вот. Завтра у нас будет вебинар с участием... С участием генерального директора Российской книжной палаты Елены Борисовны Геной. Я думаю, что это вот такой суперэксперт, который у нас присутствует. И вебинар будет достаточно интересным. Несмотря на то, что сама тема вебинара, она в основном должна быть интересна издателям. Ну, если кто-то из преподавателей тоже хочет пойти, милости просим, пожалуйста, приходите. И регистрируйтесь на наш завтрашний вебинар. Теперь еще пару слов по поводу того, где можно посмотреть текущие ссылки и где можно скачать сегодняшнюю презентацию. Говорю это для тех, каждый раз говорю, повторяюсь. Прошу прощения для тех, кому это надоело, кто часто ходит на вебинары. Но у нас на каждом вебинаре примерно 10-20% людей, которые ни разу на наши вебинары не ходили, поэтому повторяюсь. Итак, примерно вот в этом направлении, если вы посмотрите, то увидите кнопочки. Кнопки в правом верхнем углу нашей вебинарной комнаты. Третья слева кнопка в виде изображения папочки желтой. Если вы на нее нажмете, то появится окно ресурсы, которое справа от изображения презентации. Вот в этом окне вы увидите несколько строчек. Строчки, обозначенные зелено-синими кружочками, такими в виде земного шара, это ссылки. Строчка, помеченная дискеткой, это наша презентация, которую можно скачать. Обращаю ваше внимание, чтобы скачать, надо нажать на изображение дискетки. Не надо нажимать на саму ссылку, то есть на название файла. Это ни к чему не приведет. Только нажатие на дискетку приведет к скачиванию презентации. Презентацию можно использовать вам в своих интересах для проведения каких-то семинаров. Единственное наше условие – это использовать ее со ссылкой на нас. И последнее мое объявление перед началом вебинара – это то, что все присутствующие на вебинаре получат электронные сертификаты. Вам на почту через 1-2 дня придет письмо со ссылкой. По этой ссылке вы должны будете перейти на наш учебный портал, там зарегистрироваться или войти на него. И тогда вам откроется ссылка на ваш именной, цветной, подписанный с печатью, сертификат о прохождении сегодняшнего вебинара. Надеюсь, что все по вводной части. Давайте... Будет ли... Да, я вот сколько не говорю заранее, все равно не получается. Записи всех вебинаров будут доступны. И будут доступны на вот том самом портале, о котором речь шла. Вот видите, выше красненьким написано. Записи этого вебинара вы сможете посмотреть через несколько дней на нашем видеопортале на YouTube. Да, и записи следующего. Вообще всех наших вебинаров вы сможете посмотреть на этом канале. Все наши вебинары записываются. Вот. Ну, единственное, что может быть не сразу она появится. То есть где-то в конце следующей недели появится эта запись. Итак, сегодня мы с вами поговорим об преподавателе как авторе электронного учебного издания. И как вы можете работать с нашим издательством Директ Медиа для того, чтобы стать авторами. Ну, вообще говоря, преподавательская деятельность, она подразумевает некоторое авторство. Как правило, преподаватель, он и сам испытывает желание что-то, как-то зафиксировать свои знания, те, которые он дает студентам. Ну, и вообще это принято, что знания каким-то образом фиксируются в виде методичек, в виде учебных пособий или в виде учебников, как высшей форме учебных изданий. А вот сегодня мы поговорим, как это сделать в электронном виде, чем электронное издание отличается от обычного и как эти преимущества использовать в своих интересах. Мы, издательство Директ Медиа, точнее будет сказать компания Директ Медиа, потому что в данном случае мы выступаем не только как издательство, но и как агрегатор. Размещаем электронные издания в двух электронных библиотеках, которые, прошу прощения, в двух электронных библиотечных системах, которые нам принадлежат. Это наша традиционная университетская библиотека онлайн, а также книгафонд, который вошел в состав нашей компании в декабре позапрошлого года. То есть, полтора года примерно он находится в нашем составе. Пару слов о нашем издательстве. Вот теперь я произношу слово «издательство Директ Медиа». Мы существуем на рынке с 2002 года, гораздо раньше, чем вообще существует понятие «электронная библиотечная система». За это существовали именно как издательство и как электронное издательство. За это время мы подготовили и издали тысячи книг и дисков самой различной тематики. Ну, в частности, в середине нулевых годов большое количество учебного и энциклопедического контента было издано в виде дисков, в виде CD-ROM, DVD-ROM, многие из которых, наверное, вам известны. В настоящий момент в прайсе издательства значатся 1500 учебников и монографий, научная популярная, классическая литература, мультимедийные издания, художественные альбомы. Ну вот, в частности, мы последние несколько лет активно издаем художественные альбомы совместно с издательством «Комсомольская правда». Вот, это очень популярное издание, которое пользуется спросом и которое мы с удовольствием издаем, с использованием наших прошлых материалов и новые материалы туда попадают. Это серии «Великие художники», «Великие архитекторы», «Музеи» и так далее. Очень интересная литература. Я думаю, что те из вас, кто ходит по книжным магазинам, наверняка ее видели. Эти книжки лежат почти в каждом магазине. Как электронное издательство мы предлагаем сотрудничество с авторами. Вот тут надо сделать такую вот вводную часть, наверное, о том, что мы, как издательство, мы готовы сотрудничать как с вузом, как с юридическим лицом, так и с автором, как с физическим лицом. Ну, прежде всего, все зависит от того, кому принадлежат права на книжку. Если она не новая, а это переиздание какой-то книжки. Если, конечно, она совершенно новая, то вы вправе, как автор, сами распорядиться, кому вы хотите передать права. Так вот, если права принадлежат вузу или его издательству, то мы готовы с этим вузом сотрудничать на взаимовыгодных условиях, как на условиях приобретения прав на электронные издания, так и на условиях взаимозачетов, когда, если вуз подписывается на нас, то, соответственно, производится взаимозачет по тем книжкам, которые он нам передает. И это вузу становится очень выгодным. Что касается отдельных авторов, а именно на них сегодняшний вебинар в основном направлен, то тут надо иметь в виду, что даже если вы, как автор, передали права на печатное издание книги, то это не значит, что вы передали права на электронные издания книги. Права на электронные издания, они распространяются отдельно, и вы их можете передать другому издательству, например, нашему издательству. Поэтому вполне легально вы можете переиздавать книги, уже изданные в бумажном виде, в виде электронных книг. Если, конечно, по договору не было особо оговорено, что и электронные издания тоже принадлежат издателям. Давайте теперь поговорим, собственно, об электронной книге. Да, ну еще пару слов о том, с кем мы сотрудничаем. Вот несколько примеров наших авторов, тех, которые многие знают. В области экономики это автор из вышки Леонид Маркович Григорьев, достаточно известный эксперт в области экономики. В области журналистики это Виталий Третьяков. В области, если не изменяет память юриспруденции, Братановский Сергей Николаевич, точно не помню, тоже достаточно известный автор. Так что у нас достаточно много авторов, которые являются топовыми. И наше издательство гордится вот такими вот авторами. И, собственно, и вам мы предлагаем вступить в ряды этих наших топовых авторов. Ну, а теперь, собственно, давайте поговорим об электронной книге. Почему она так интересна для нас? Почему она пользуется все большим успехом? Ну, ни для кого не секрет, что книга бумажная, она в последнее время, как медиа, терпит достаточно большие, как бы это сказать так помягче, неудачи. То есть тиражи книг падают, книжные магазины закрываются. Я думаю, вы это все по своим регионам тоже знаете. Ну вот, я живу в Москве, и даже у нас, вот ближайший ко мне, например, книжный магазин недавно закрылся. Рентабельность падает, тиражи падают, цены, наоборот, растут. Люди, например, приходят на московскую книжную ярмарку, смотрят на ценник и уходят ни с чем. Уже как бы без 500 рублей, а то и без 1000 книги не подойди. С другой стороны, на смену это не значит, что умирает формат книги. Это скорее говорит о том, что, не буду употреблять слово умирает, но терпит вот такой вот кризис, по крайней мере, бумажная книга. И ей на смену приходят другие форматы, в том числе формат электронной книги. Формат электронной книги это даже не наше будущее, это наше настоящее, а в чем-то, может быть, это даже и, не побоюсь этого слова, может быть, даже немножко и вчерашний день. То есть мы тут не занимаемся каким-то сверхновациями, да, наоборот, идем, в лучшем случае идем в ногу со временем, потому что электронные книги дышат в затылок иные форматы совершенно, мультимедийные, всякого рода лонгриды и так далее. То есть это в мире медиа сейчас происходит огромное изменение, вот, и, конечно, электронная книга это только одно из этих изменений. В чем хороша электронная книга? Ну, во-первых, она может быть прочитана на разных устройствах, можно загрузить ее на ридер, планшет, ноутбук, смотреть на персональном компьютере. На одном носителе, в отличие от книжного шкафа, который имеет ограниченное место, да, на одном носителе могут храниться тысячи книг. Вот здесь написано десятки и сотни, ну, на самом деле, десятки тысяч книг, десятки тысяч книг, и почти нет ограничений на их хранение. Книжная книга одновременно может являться и бумажной, то есть есть технология, которая называется print-on-demand или печать по требованию. Поэтому, если книга хранится в определенном формате, таком, как формат PDF, то легко получить нужное количество экземпляров этой книги такого же качества, как напечатанная книга. Print-on-demand сейчас по качеству, я даже не скажу, что приближается, а, ну, просто сравнялся с нормальной печатной книгой. И, несмотря на то, что стоимость таких вот отдельных экземпляров, она выше, нежели стоимость отдельного экземпляра в тираже, ну, во-первых, это очень удобно, когда изначально нужно всего несколько экземпляров, вот. А потом эти цены, они начинают уже стремительно приближаться друг к другу и становятся не такими, и эта вилка становится не такой уж большой. Что касается идеологии электронной книги, то вообще вся идеология электронной книги восходит к такому простому правилу, правилу нулевой добавочной стоимости следующего экземпляра. Ну, ноль здесь, конечно, надо в кавычках иметь в виду, но смысл в том, что никакой дополнительной технологической стоимости для следующих экземпляров книги, кроме самого первого, нет. В тот самый момент, когда вы создали первый экземпляр электронной книги, поместили ее на какой-то носитель, все, все следующие операции, они настолько дешевы, передача по каналам связи, использование места на диске вашего компьютера, это все такие копейки, что их можно просто обозначить цифрой ноль. Поэтому вот осмыслить вот это вот, это новшество, которое возникло, конечно, не сейчас, а где-то 20-30 лет назад, но тем не менее, вот эта вот нулевая стоимость копии, она определяет большинство возможностей электронной книги. То есть, если, сейчас не рассматриваем пока, рассматриваем только технологические возможности, да, не рассматриваем правовые аспекты, но просто сам по себе факт, что если первый человек обладает книгой А, а второй книгой Б, если это бумажные книги, они поменялись этими книгами, то у каждого осталось по одной книге, а если они обменялись электронными книгами, то у каждого стало по две книги, да. Вот этот огромный информационный сдвиг, он и позволил применять электронные книги и применять их положительные качества так, как нам надо. Итак, что можно при помощи электронных книг? Вы можете практически мгновенно или гораздо быстрее доносить ваши мысли и идеи до читателей. Чтобы получить электронную книгу, покупателю не надо идти в магазин, он может из дома купить электронную книгу и сразу же получить ее на свой носитель, где он и будет читать. На создание электронной книги уходит гораздо меньше времени, ну в частности вот в нашем издательстве электронная книга издается в среднем за месяц, а издание бумажной книги, как правило, требует около полугода. Как я уже говорил, нет затрат на доставку, нет затрат на тиражирование, нет затрат на хранение. Можно продавать бесконечное количество копий, ничего при этом не тратя с точки зрения производства книги. Ну, конечно, затраты на маркетинг, они сохраняются, но тем не менее каждый новый экземпляр, он ничего, технологически вы на него ничего не тратите. Соответственно, и охват территории какой угодно, куда достает сеть интернет, такой и охват территории. Да, ну и, конечно, немаловажная вещь такая, как экологичность. Все мы любим леса, бумага, как известно, делается из дерева, вот электронная книга, она этих ресурсов не берет и сохраняет нашу экологию. Ну, каковы основные форматы электронных книг? Форматы, в которых мы выпускаем книги, это, во-первых, формат PDF. Нам, как издателям электронной учебной книги и электронной книги в жанре non-fiction PDF, подходят, ну, если не идеально, то это один из наших ведущих форматов, потому что учебники удобнее всего, как книги со сложной версткой, удобнее всего воспроизводить в PDF, где бумажная верстка и электронный вид почти не отличаются друг от друга. То есть можно просто взять PDF и один в один распечатать, все страницы, соответствия страниц, сохраниться. То есть PDF – это формат электронной книги, который наиболее соответствует бумажной книге. Также мы применяем форматы EPUB, MOBI и FB2. Это популярные форматы для, в основном, для электронных, для интернет-магазинов. Формат EPUB достаточно продвинутый и в чем-то он приближается по своим возможностям к формату PDF. Форматы MOBI и FB2 достаточно примитивные форматы. Их удобно применять для художественной литературы, где есть один текст. И, в частности, они популярны просто для фикшн-литературы в интернет-магазинах. Ну и для совместимости у нас этот формат достаточно старый. На самом деле формат достаточно интересный. Формат Déjà-vu, так называемый. Это формат, который содержит слой, только сканированный слой. Как правило, применяется для старых книг дореволюционных или чуть позже, которые изначально были созданы в доэлектронную эпоху. И их электронная верстка, разумеется, ее просто нет физически. Мы стараемся, конечно, все новое делать в более прогрессивных, новых форматах. Но, тем не менее, такой формат тоже существует у нас в ВБС. Что у нас входит в издательский процесс? И тут же вопрос о том, как мы предлагаем сотрудничать с нами в этом издательском процессе нашим авторам. У нас есть полный процесс и так называемый оптимальный процесс. Но это и тот, и другой надо в кавычках применять эти термины. Это не устоявшиеся термины, это просто наши такие названия способов общения с автором. Полный процесс – это когда вы отдаете свою рукопись нам и все делаем мы. В этом случае мы, как традиционное издательство, этот процесс происходит за счет автора, ну, либо грантов на написание этого вида литературы. Но есть оптимальный процесс, так называемый. Это когда мы с автором делим основные бизнес-процессы. Часть из них достается автору, а часть берем мы на себя. Вот, в частности, в оптимальном процессе автор берет на себя процесс корректуры и редактуры. Да, наверное, у меня это где-то на следующем, на следующем. Да, давайте-то я сначала скажу. Чтобы начать сотрудничество с нами, по любому из этих сценариев, которые я назвал, оптимальному или полному, вам надо связаться с нашим менеджером и переслать нам вашу рукопись в формате Word. Либо через личный кабинет в нашей электронной библиотечной системе загрузить этот файл и, опять же, написать нашему менеджеру о том, что вы это сделали. Я предлагаю вам вот эти три адреса. Лучше всего даже использовать вот эти адреса. Это адреса непосредственно наших редакторов, которые с вами будут работать. От них вы получите дальнейшие указания. В основном я расскажу сегодня, основные шаги расскажу сегодня вам. Итак, вы просто пересылаете рукопись в наше электронное издательство. Рукопись передается в формате Word. К тексту могут быть приложены отдельные иллюстрации, таблицы, графики в соответствующих форматах, JPEG, PNG или в виде электронных таблиц. Если ваше издание научное, то необходимо также предоставление научных рецензий. Итак, что мы с вами делим и как? Для этого вам надо понять, что входит в издательский процесс. Многие из вас, наверное, это знают. Тем не менее, давайте повторим основные параметры издательского процесса. Прежде всего, это корректура и редактура. Корректура и редактура – это процессы по улучшению качества текста. Корректура по улучшению технического качества текста, то есть удаление орфографических и синтаксических ошибок. А редактура – это работа по улучшению стилистики вашего текста. В оптимальном режиме нашего сотрудничества, как мы его назвали, корректура и редактура ложится на вас. Первичная корректура и первичная редактура. Другими словами, мы проглядываем этот текст, просматриваем на наиболее плохие ошибки, как в редакторском, так и в корректорском смысле. Но вообще говоря, это текст, который называется «В авторской редакции». Что я тут могу вам посоветовать, и как автор, и как человек, который много работает с контентом? Во-первых, просто дайте почитать вашу рукопись кому-то. Кому-то из ваших коллег, не обязательно профессиональному корректору, не обязательно профессиональному редактору. Я вас уверяю, что ваш коллега быстро найдет в ваших текстах множество ошибок и сделает множество правок. И несмотря на то, что он сам не профессиональный редактор и корректор, это будет очень полезно. Здесь сказывается такая простая вещь, что человек пишущий, человек творческий автор, он за собой ошибок не видит, потому что синтетический труд по созданию текста, он очень сильно отличается от аналитического труда по поиску ошибок. Особенно это видно со своими текстами, когда у человека просто замыливается глаз, и он ошибки абсолютно не видит. Поэтому наличие другого человека, который читает ваш текст, очень важно, и я вам очень советую пользоваться этой возможностью. Например, с коллегой взять на перекрест вы его учебник, а он ваш, и взаимно почитать. Это очень важно. Ну и корректор еще берет... Сергей Михайлович дойдет до этого. А, скачать сертификат. В конце еще раз скажу по поводу сертификата. А вот если вы будете приходить на наши вебинары вовремя, вы всегда будете слышать по поводу того, как сертификат получить в самом начале нашего вебинара. Итак, на корректор еще ложится функционал следующего характера. Он должен оформить текст и расставить гиперссылки в соответствии с требованиями ГОСТа. Кстати, в связи с этим я очень советую вам либо посмотреть записи, либо посмотреть в нашем расписании и посещать все вебинары Татьяны Телегиной. Они очень полезны именно в этом смысле, в смысле оформления текста, учебных текстов, научных текстов и так далее. Сейчас я про это скажу. Электронные книги... Ладно, скажу сейчас. Электронные книги ничем не отличаются от бумажных, по крайней мере, наши электронные книги, которым присвоены все атрибуты книг, такие как ISBN, BBK и так далее. Все номера, все символы проставлены, какие надо. Поэтому они учитываются как обычная книга. Электронные издания есть обычные издания. Ничем оно не отличается от других изданий. Следующий плюс электронной книги – это ее цветное исполнение и возможность использования любого количества иллюстраций в ней, поскольку электронная книга не ограничена объемом. Ну, в прямом смысле объемом. Конечно, объем текста, он сказывается на объеме работ, но объем картинок не сильно сказывается на объеме работ, и иллюстративный материал, его можно в первом приближении использовать сколько угодно много. Опять же, все картинки можно в любой цветности давать, как черно-белые, так и цветные. И себестоимость книги никак не зависит от цветности. Если в печати, как вы знаете, цветная печать стоит гораздо дороже черно-белой печати, поэтому на цветную, как правило, при издании учебной литературы на цветность идут только в том случае, если она категорически необходима, то в электронных книгах цветные иллюстрации можно применять столько, сколько вам заблагорассудится. Правда, встает вопрос о том, где эти иллюстрации брать и как их использовать. Если вы специально для электронного издания создаете собственные иллюстрации, то никакого вопроса нет. Это ваша личная собственность, и она составит ваш копирайт уже после того, как книга издана. Если же вы используете чьи-то иллюстрации, а это тоже можно и нужно делать, потому что необязательно все иллюстрировать своими собственными иллюстрациями. Достаточно большая иллюстративная база есть в сети, особенно если это касается исторических работ, например, портретов исторических лиц и так далее. Разумеется, это все надо просто подобрать. Так вот, в этом случае надо просто ставить вопрос о легализации, либо договариваться с авторами этих иллюстраций, либо использовать свободные иллюстрации, свободные к применению под лицензией Creative Commons, либо находящиеся в общественном достоянии, то есть те, на которые не надо и спрашивать разрешение у кого-либо. Вот тут мы подходим к вопросу, который я очень люблю и часто в своих электронных учебных курсах пытаюсь довести всем рассказать про это. О том, что современный автор, он, современная вообще медийная обстановка, она такова, что не использовать иллюстрации в своем труде, это уже становится дурным тоном. Поэтому автор электронного издания, он уже немножечко билд-редактором становится. То есть должен воспитывать в себе качество подбора иллюстративного материала из какого-то объема этого, из какого-то корпуса этого материала. И, конечно, самый простой способ – это использовать поисковые системы в режиме поиска по картинкам. Такой режим есть и в Яндексе, и в Гугле. Вот я на примере Гугла его показываю. Это поиск по картинкам, но не просто поиск по картинкам, а поиск с определенными параметрами. Сейчас я вам это разъясню. Но, конечно, самым главным, как вообще в любом поиске, самое главное – это правильно подобрать поисковый запрос, чтобы выбрать иллюстрацию, соответствующую либо вашему прямому желанию, либо ту иллюстрацию, которая может подчеркнуть настроение вашего издания или настроение главы, придать дополнительный смысл вашему тексту. Вот это в некотором смысле тоже особая компетенция, ее надо в себе развивать. Итак, а как же все-таки использовать вот этот вот Гугл поиск по картинкам? Во-первых, технологические рекомендации. В поиске по картинкам есть такая кнопка «Инструменты поиска», и ей надо уметь пользоваться. Вот по этой кнопке вы можете, например, выбрать только хорошие иллюстрации, то есть в разрешении не меньше, чем определенные. Ну вот в данном случае я выбрал картинки не меньше, чем 1600 на 1200 по размеру. Это означает, что этого качества в большинстве случаев достаточно для любого электронного издания, ну а чаще всего и для бумажного издания тоже. Кроме того, в Гугле можно искать картинки с правами на использование. Это значит, вы можете указать в Гугле при помощи инструментов поиска права на использование с лицензией Creative Commons, то есть со свободной лицензией, и тогда вся выдача поисковая будет состоять только из картинок, которые свободны для применения. Что в данном случае означает «свободны для применения»? Это означает, что вы эту картинку можете использовать бесплатно, но ее автора вы должны указать, потому что авторство является неотчуждаемым, и автора можно не указывать только в том случае, если картинка поступила вообще в общественное достояние, то есть вообще никаких ограничивающих факторов на ее распространение нет. Если же у картинки есть автор, и время для перехода этой картинки в общественное достояние еще не пришло, то с этим автором, если он ее разместил по лицензии Creative Commons, можно не договариваться, то есть не вступать с ним в какие-то договорные отношения, но его авторство надо указать где-то, например, в конце вашей книги. Хочу обратить внимание, что свободные лицензии вошли в юридический оборот на территории России несколько лет назад, по-моему, 4 или 5 лет назад, то есть вошли в четвертую часть Гражданского кодекса и легально используются на территории России, так что их тоже это надо иметь в виду. Что лежит на нашем издательстве? Какая часть работ? Ну, во-первых, вся верстка. Я имею в виду даже случаи с оптимальным сотрудничеством, то есть когда книжка издается в авторской редакции бесплатно для автора. Вся верстка лежит на нашем издательстве. Верстка и оформление книги в том виде, в котором она должна выглядеть. Верстанная книга выглядит абсолютно так же, как она выглядела бы в бумажном виде. Более того, два бумажных экземпляра автор получает на руки, напечатанные при помощи технологии Print on Demand. Вот тут как раз к вопросу о том, считается ли это полноценной книгой ВАКом или другими организациями. Чтобы издать книгу, которая будет считаться книгой настоящей, то есть выпущенной официально, с защищенным авторством и так далее, необходимо правильно и в соответствии с действующим законодательством оформить выходные данные. Нужно присвоить ей номер ISBN, подготовить библиографическое описание, поставить классификационные индексы, знак защиты авторского права и выходные данные издательства и типографии. Все это за исключением одного момента, который чуть попозже мы рассмотрим, делает наше издательство. Так, вот тут длинный вопрос. Я, с вашего позволения, на вопросы постараюсь ответить в конце нашего вебинара. Итак, начнем с индексов. Во-первых, при издании каждой книги нашим издательствам присваиваются книги ISBN, то есть это международный стандартный номер книги, уникальный номер, то есть в мире нет другой книги под тем же номером ISBN. И теперь после присваивания этого номера, по этому номеру эту книжку можно единственным возможным образом, этот номер будет указывать только на вашу книгу и больше ни на что. Обращаю ваше внимание, вот в нашей, в моей сегодняшней презентации это не указано, но у нас появилась еще и новая опция. Мы присваиваем не только индекс ISBN, но и индекс DOI. Индекс DOI это, по сути, то же самое, но отдельно для электронных изданий. Вот такой вот индекс мы тоже присваиваем всем нашим книжкам. Не буду подробнее про ISBN, достаточно знать то, что это уникальный номер, который присваивается каждой книжке. И, по сути дела, именно присвоение этого номера книжки и является фактом введения этой книжки в законный оборот. То есть, если у вас есть ISBN, это значит, что ваша книжка является настоящей книжкой, ну, в кавычках настоящей. Ну, вот на этом слайде рассказано, чему присваивается отдельный ISBN. Каждому электронному изданию одного и того же документа, произведенных в разных носителях и разных форматах, разным версиям программных продуктов, актуализированным версиям программных продуктов и версиям с существующими изменениями. То есть, каждая измененная электронная книга с новым ISBN будет выходить, многотонным изданием, ну и так далее. В общем, тут, если подробно интересно, потом почитайте мои презентации. Думаю, что в том объеме, в котором надо, я вам рассказал. Присваиваются также индексы УДК и ББК. Согласно ГОСТу, они являются обязательными элементами входных изданий. Для чего они нужны? УДК – это универсальная десятичная квалификация, которая позволяет понять, в какой области она существует для систематизации произведений науки, литературы и искусства и определяет, в какую область определяется данное произведение. По индексу УДК можно однозначно определить, даже не читая книгу, к какому виду литературы она относится. Вот обращаю ваше внимание, что ISBN – это просто номер, это как ID, который просто говорит о том, что вот этот уникальный номер присвоен вашей книжке. А УДК и ББК – это классификаторы, которые позволяют определить, даже не читая книг, к какому виду литературы она относится. ББК – это примерно то же самое, но в библиотечной квалификации, библиотечной библиографической квалификации, ее используют работники библиотек, чтобы определить, в какой отдел передать вашу книжку. Ну вот, для примера, орфографический словарь русского языка 78-го года имеет индекс ББК 81.411.2.4. 81 – это принадлежность к области языкознания, 81.41 – это славянские языки, далее расшифровываем 411.2 – это русский язык, и 2-4 – это русский язык словарей. Таким образом, просто посмотрев на этот индекс, можно понять, к чему относится ваша литература. Также присваивается электронному изданию авторский знак. Авторский знак – это один из элементов выходных сведений печатного издания. Он состоит из буквы и двух цифр. Буква – это либо первая буква имени автора, либо первая буква заглавия. Цифры определяются по специальным таблицам. Ну, вам об этом многого знать не надо, достаточно знать, что это вот… он присваивается в соответствии тоже с правилами издания книг. Ну, и знак копирайта – это знак, который удостоверяет, что ваша книга подлежит защите по авторским правам. На самом деле, знак копирайта в России не является необходимым для защиты. Если вы его не ставите, это не значит, что ваша книга не подлежит защите авторского права. Но по традиции он ставится. В некоторых странах этот знак является обязательным, но не у нас. Тем не менее, он ставится для явного обозначения вашего права на книгу. Книга правильно оформляется с точки зрения выходных данных. На обороте титульного листа указываются все основные выходные данные, вот в том числе те классификаторы и номера, о которых я говорил, библиографическое описание книги, аннотация книги, указываются рецензенты в необходимых случаях, авторы-составители и так далее. На последней странице предоставляется дополнительная информация об авторах исполнительных издания, выходные типографские характеристики, информация об издательстве и типографии. Ну, в данном случае об издательстве, о типографии речь не идет. Вот так примерно выглядит описание электронного издания. Но эту страничку мы опустим, потому что в самом конце презентации есть более подробное описание с указанием того, чем отличаются именно электронные издания от обычных в библиографическом описании. Базовый формат электронной книги, который мы производим, это PDF, он наиболее удобен для нашей электронной библиотечной системы. В частных случаях текст может конвертироваться в другие форматы, в EPUB, в B2V и MOBI, особенно в том случае, если мы помещаем его в наш интернет-магазин. Но надо иметь в виду, что книги со сложной везкой, к которой относятся научные книги и частично учебники, они в основном продолжают выходить только в формате PDF, как наиболее приспособленным для этого. А формат EPUB и FB2, это в основном рынок популярных электронных книг, ну, правда, в том числе и рынок книг non-fiction, к которым мы тоже имеем отношение. Издательство. Как электронные книги рассматриваются в контексте ФЗ об обязательном экземпляре документа? Елена Васильевна, приходите на завтрашний вебинар с тем, чтобы досконально узнать, как это все происходит. Тем более, что я понимаю ваш вопрос, он происходит из того, что с января новые правила об обязательном электронном экземпляре. Узнайте это лучше из первых уст. Вот завтра генеральный директор книжной палаты Елена Нагина у нас будет вести вебинар. Записывайтесь на него, и я думаю, что узнаете ответ на свой вопрос доскональный. Я про ваши вопросы не забываю, коллеги, я отвечу попозже в основном на них. Итак, обложка. Вся обложка делается нашим издательством. Обложка – это тот элемент, по которому книги встречают. Но особенно, если вы свою книгу размещаете в нашем интернет-магазине, конечно, маркетинговый аспект, он играет роль. Но даже в электронной библиотечной системе, когда студенты или преподаватели ведут поиск по литературе, конечно, обложка тоже играет роль, потому что просто чисто физиологически глаз первым образом обрабатывают графическую информацию. Если там хорошая качественная обложка, то глаз ложится в первую очередь на те издания, где нормальная обложка существует. Итак, формирование обложки – это лежит целиком на нашем издательстве. Аннотация. Аннотация – очень важная часть книги. Часто именно по аннотации выбирают вашу книгу студенты или ваши коллеги, потому что нельзя же каждую книжку прочесть и только после этого составлять о ней свое представление. Для того и существует аннотация, чтобы, прочитав 2-3 абзаца или 1 абзац, понять, о чем книга и нужна она или нет. Аннотация – это совместный труд автора и издательства. Издательство не может взять на себя составление аннотации, просто потому что это тоже авторский труд. Только автор правильно знает, как проаннотирует свою книжку. Конечно, аннотация должна быть качественной с точки зрения редактуры. И вот эту часть работы берет на себя издательство, то есть подкорректировать текст под стандарты и сделать его наиболее удобочитаемым – это за нами. Но первоначальный текст аннотации подготавливает автор, просто потому что лучше него это никто не сделает. Где размещаются ваши книжки? Ну, прежде всего, они размещаются в наших ЭБС, в университетской библиотеке онлайн и в ЭБС книга фонд. А также могут размещаться, но на наших дополнительных ЭБС, скажем так, да, это наш бизнес-портал, это та электронная библиотека, которую мы предлагаем корпоративным пользователям. А также в нашей школьной библиотеке Библиоскулрум. Это в том случае, если ваша книжка ложится именно в эти направления. Ну, а также в нашем интернет-магазине, который отличается от других интернет-магазинов книг, то, что в нем мы помещаем только учебную литературу литературу или литературу нон-фикшен. Как автор, преподаватель может контролировать размещение своих книг и доступ к ним во всех этих местах через специальный административный вход в систему. Одной из возможностей нашей электронной библиотеки является то, что, ну, в частности, вот здесь показана университетская библиотека онлайн, то, что мы выводим список литературы, в том случае, если он существует в вашей книжке, вовне, то есть в тот экран, который существует до начала чтения книги. Таким образом, вот этот вот список литературы, ваши студенты и коллеги могут просто копипейстом взять себе еще до начала чтения вашей книги, что существенно увеличивает, как я бы сказал, ссылочный метаболизм, да, то есть улучшает качество ссылок и быстроту их появления в других источниках. Вот таким вот образом, особенно если вот в такой список литературы у кого-то другого ваша книжка вошла, да, получается, что книжки быстрее входят в оборот, в ссылочный оборот и упрощается их появление в индексе цитирования соответствующем. Итак, в среднем, как я уже говорил, на издание электронной книги требуется один месяц, ну, сроки могут варьироваться в зависимости от технических особенностей, сложностей книги и текущих возможностей издательства. Ну, в основном, конечно, от технических особенностей книги. По поводу продвижения. Ну, разумеется, все ваши книги сразу возникают во всех наших каталогах в поиске, что существенно, потому что поиски являются основным способом доступа к книге. Именно через поиск, как правило, люди находят этот книг. Появляется на всех витринах. Это происходит просто автоматически. Как только книга заводится во все наши ЭБС, она становится доступна по всем каналам продвижения, которые существуют для книги. Ну, надо иметь в виду, что, конечно, и на авторе лежит тоже определенный, ну, не скажу, что обязанность, но если автор занимается продвижением своей книги, хотя бы среди своих студентов, то это всегда положительно сказывается на то, сколько ее читают и сколько эта книга продается, например, в интернет-магазине. То есть участие автора в продвижении, оно крайне... ну, не то чтобы необходимо, да, но крайне желательно. Автор получает сертификат, который официально подтверждает факт публикации авторского материала. Вот примерно в таком вот виде. Этот сертификат на бумаге высылается ему за подписью генерального директора с нашей печати. То есть это официальный документ, который автор может использовать. Также вы можете отправить, но за ваш собственный счет, если вы хотите продвигать свою книжку, можете отправить 16 обязательных экземпляров в книжную палату, я имею в виду бумажных экземпляров, да, это шанс автора оставить свой след в истории культуры, ну и так далее. Ну, хочу отметить, опять же, что с появлением закона об электронном обязательном экземпляре это может быть немножко и нивелировано. Посмотрим, как пойдет здесь развитие событий дальнейшее. Книжки, которые вы издаете в электронном виде отправляются в Российский индекс научного цитирования, в РИНС и Лайбрари. Мы примерно раз в месяц отправляем информацию о вновь изданных книгах в РИНС. Они, в свою очередь, где-то в течение одного-трех месяцев включают книжки в свой индекс. И, соответственно, таким образом можно повышать свой индекс цитирования. Как я уже сказал, вообще электронная книга и появление книги в электронном виде, в электронной библиотеке, это путь к быстрому ссылочному метаболизму и, соответственно, к более быстрому росту вашего индекса цитирования, нежели в обычных условиях бумажной книги. Возможно ли издание учебных пособий с грифом для служебного пользования? Вы знаете, не сталкивался пока. Пожалуйста, вот по тем адресам, по которым я сказал, с редакторами этот вопрос решите. Честно говоря, просто не знаю. Мы пока не сталкивались с данным вопросом. Да, я уже неоднократно встречаюсь с этим вопросом. Обязательная регистрация электронных изданий в информрегистре очень актуальна для нашего университета информация. Честно говоря, не знаю. Насколько я знаю, у меня какая-то другая информация. Может, это где-то актуально. На мой взгляд, актуально было в информрегистре регистрировать всякие сидеромы, такие вот издания. Что касается электронных книг, то ничего не могу вам сказать по этому поводу. Возможно, я немножко отстал от жизни. На мой взгляд, это вот какая-то такая... Реально для электронного метаболизма это не надо. Это какая-то такая вот структура, информрегистр, которая ни для чего реально не нужна, только для бумажки. Вот, может быть, я вот свое личное мнение высказываю. Опять же, просто вот не знаю, как быть с мультимедийными электронными изданиями. Да, ну вот я вот обещал после ответить на вопрос. Давайте все-таки после, потому что кого-то я пропустил и начинаю уже отвечать на последние вопросы. А это нехорошо по отношению к тем, кого я пропустил. Давайте все-таки в конце я отвечу на все вопросы. Осталось уже не так много у нас. Итак, про индекс цитирования я сказал. Вы также можете воспользоваться возможностью print-on-demand и напечатать столько экземпляров, сколько вам надо, если для вас важны все-таки печатные экземпляры. Ну, разумеется, речь идет не о полноценном тираже, хотя и о нем можно вести и речь. Но если изначально вы планировали издание как электронное, то тем не менее какое-то количество можно его напечатать, и это будет не так уж дорого. То есть это будет стоимость, как я уже говорил, стоимость экземпляра, она будет сопоставима со стоимостью экземпляра тиража, хотя и немного превышать ее. Электронные издания, они не являются для нашего законодательства чем-то особенным. В частности, электронные издания упомянуты вот в этих вот ГОСТах. ГОСТ 13-го года электронное издание, ГОСТ 8-го года библиографическая ссылка, ГОСТ 2001-го года библиографическая запись, библиографическое описание электронных ресурсов. И хотя профессиональные библиографы много спорят и говорят о том, что эти ГОСТы противоречат друг другу и не всегда понятно, как составлять библиографическое описание, тем не менее, в основном-то основные вопросы все-таки решены. Вот тот вид электронного издания, тот вид библиографической записи, которую вы можете найти в нашей электронной библиотечной системе. И когда вы используете ЭБС, то в качестве библиографического описания вот такая запись примерно возникает. Эта запись отличается от аналогичной записи на бумажную книгу вот той частью, которая выделена красным цветом. Это режим доступа, в котором приводится адрес этой книги в сети интернет. Также пишется дата обращения, то есть на какую дату было произведено составление этого библиографического описания, потому что электронная книга, в отличие от обычной, может и изменяться. Ну а также некоторые дополнительные надписи делаются, например, заглавие с экрана и доступ по паролю, потому что доступ может быть и свободный тоже. Ну вот это вот примеры такие. Вы знаете, разные библиографы по-разному относятся к этому. В основном эта запись хороша, хотя я встречал мнение о том, что надо делать ее по-другому. Ну, в основном всех библиографов такая запись устраивает. Что мы, собственно, публикуем и авторов каких изданий приглашаем к публикации? Прежде всего нас интересуют, конечно, учебники и учебные пособия. Это вот то, что наиболее релевантно нашим запросам. То есть учебные материалы крупных форм. Мы за редким исключением не занимаемся электронной публикацией методичек и подобного рода изданий, то есть мелких учебных изданий. Также мы занимаемся публикацией монографий, переизданием книг, которые входили в бумажном виде, но об этом я уже говорил, когда говорил о правах. Сборники статей и трудов, опубликованных в научных журналах, представляют для нас интерес. Сборники конференций, тематические сборники и так далее. Вот это основные виды изданий, которые мы в электронном виде выпускаем. Ну вот, собственно, и мы дошли до конца. Вот тут приведен телефон, кроме моего электронного адреса, приведен телефон, электронный адрес Юлии Барабанщиковой, которая у нас занимается вопросами электронного издательства. Можете либо звонить по этому телефону, либо непосредственно связываться с ней по электронной почте. А теперь давайте я все-таки попробую почитать ваши вопросы, начиная с того, на котором я остановился. Вот здесь есть длинный вопрос. Сейчас я его попытаюсь воспроизвести. Планирует ли издательство создание сети научных рецензентов по направлениям и кураторства грифомании УМО по направлениям? Такая, разумеется, небезвозмездная услуга рецензирование и грифирование, а также рассылка обязательного экземпляра в линк, сильно повысит конкурентоспособность издательства. С другой стороны, очень нужно авторам. Авторы должны писать. Вы знаете, я думаю, что в какой-то степени это реализовано, но, может быть, не в той степени, в которой вы сейчас глобально поставили этот вопрос. С одной стороны, вот вам как автору, я все-таки переадресую к профессиональным редакторам. Я все-таки только представляю это направление в вебинаре. С другой стороны, я обещаю вот этот ваш развернутый вопрос направить нашим редакторам для осмысления. Пусть думают, может быть, что-то из этого будет реализовано, а может быть, что-то из этого уже и планируется к тому, чтобы реализовать. Да, про информрегистр я говорил, к сожалению, не могу точно сказать. Ну, вот у меня лично негативное отношение к информрегистру, как у создателя электронного контента. Как электронные книги рассматриваются в контексте? Да, об этом я сказал, приходите завтра, я думаю, получите исчерпывающий ответ. Возможно ли издательство учебных пособий? Да, не знаю. К сожалению, не было пока такого опыта, но может быть и да. Подскажите, обязательно ли регистрация в информрегистре? Мое личное мнение, что не обязательно, но у вузов могут быть свои собственные мнения на этот вопрос. Как быть с мультимедийным электронным изданием? Да, вот это очень хороший вопрос. Я думаю, что мультимедийное электронное издание уже не подпадает под понятие электронной книги. Скорее всего, вам надо уже работать в... в жанре электронного учебного курса. Для этого вы можете, например, работать с нашей директ-академией. Это направление нашей деятельности, которое поддерживает электронное обучение. А вообще говоря, если вас интересует это направление, приходите на мои вебинары, которые будут в мае и июне. Они будут посвящены работе с электронным учебным контентом в формате мультимедиа, в формате интерактивного контента и так далее. Это как раз моя область деятельности. Так что милости вас прошу на свои вебинары. Надеюсь, что вам будет интересно. Ну что ж, коллеги, на что МОК ответил? На что не МОК переадресовал к тем людям, которые знают. Спасибо, что вы пришли на наш вебинар. Приходите на наши следующие вебинары. У нас и на следующей неделе тоже будут очень интересные вебинары. Ну и завтра тоже об этом я тоже сказал. О том, что к нам придет генеральный директор книжной палаты с интересным докладом по обязательному электронному экземпляру. Что ж, коллеги, давайте будем прощаться. На этом все. Ждем вас на наших новых вебинарах. А, да, был тут еще вопрос по поводу сертификата, да, по данному вебинару. Ждите, вам на почту придет письмо со ссылкой, по которой вы перейдете. Там надо будет зарегистрироваться. И после регистрации получите ваш электронный сертификат бесплатно, цветной, с подписью и печатью. Все, коллеги, до свидания. До новых встреч. Приходите. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...